Всем привет! Сегодня мы с вами съездим на небольшую прогулку в город Родос, которая является столицей острова Родос. Решили мы поехать своим ходом в город Родос без всякой экскурсии, и причем поедем на общественном транспорте. Нашли остановку, которая находится на пляже недалеко от главной площади Фолераки, и именно с этой остановки ходит прямой автобус в город Родос. Есть еще автобусы, которые ходят по главной дороге, но они там идут со всеми остановками, видимо, с заездами в различные деревни и поселения. Автобус стоит вроде бы 2,20 евро, так что вот с этой вот остановки, которая у меня за спиной, мы с вами скоро отправимся. Приехали мы в город Родос, и автобусная остановка находится недалеко от старого города. Вот у меня за спиной как раз стены старого города, но мы никак не можем найти в него вход. Уже прошли по кругу, минут 15, наверное, уже идем, и все никак не можем найти вход. Но вот здесь какая-то есть информационная карта. Вот так вот тут стены старого города. Я думаю, что мы сегодня погуляем только внутри старого города, потому что надо еще не очень поздно вернуться обратно в Фолераки. А сейчас время уже где-то половина четвертого, мы 50 минут ехали на автобусе. И не думаю, что мы успеем обойти весь город, хотя бы здесь погулять внутри крепости, хотя бы зайти бы в нее, что уж там говорить. По тайным путем мы все-таки проникли в эту старую крепость. Я нашла себе друга вот такого вот. Теперь буду ходить с рыцарем по старому городу. Как только попали мы в старый город, сразу же попадаем на улочку с кафе и ресторанами и с сувенирными магазинами. Здесь даже есть магазин, меховая лавка и магазин кожаных изделий. Но вот мне кажется, сейчас мы проходим мимо часовой башни. Вот, часовая башня, на которую можно подняться, и с нее должен быть красивый вид на город Родос. Пока вот здесь всякие сувениры, платьишки, очечки. В общем, соль до туристов. Мы поднялись на часовую башню, с которой обещали шикарные открывающиеся виды. Я, конечно, смотровую площадку в себе несколько по-другому представляла. Здесь вот такое вот совершенно небольшое помещение. Это довольно низкая крыша, что приходится ходить в наклонку. Так еще и, собственно, вот эти вот виды все открываются из окошек, которые находятся на высоте талии. То есть, чтобы посмотреть, нужно как танкист в люк вот так вот пригнуться. Вот так вот мы пригибаемся и смотрим виды красиво и фотографируем. Но виды, правда, неплохие открываются. С этой стороны вот вид на порт. Во вторую сторону вид на замок. С третьей стороны вид на мечеть, видимо, какую-то старую. И вот здесь вот крыши города. И четвертая сторона совершенно неудобная для просмотра, потому что нужно спуститься на две лестницы вниз. А лестница достаточно крутая. И вот я сейчас даже чуть не оступилась, пока пыталась вам снять, как я в своих новых красивых сандалях тут хожу. Вот. Это четвертый вид. На старую стену города, видимо, полуразрушенную. Вход на башню стоил 5 евро. В эту цену включены еще включен напиток в баре, который находится чуть ниже. Ну и, собственно, вот эта смотровая площадка, на которой мы были. Еще одного рыцаря нашла. Теперь буду делать видео-селфи с каждым рыцарем, которого найду в старом городе Родоса. А там, кстати, за рыцарем, вот, видимо, главный вход в старый город. Там ворота с красивыми башенками. Надеюсь, что мы до них еще дойдем. Походили мы, погуляли внутри старого города. Всего на карте мы посмотрели. Нарисовано 6 входов-выходов из старого города. И есть большой, самый главный вход-выход с огромными красивыми воротами. Я их видела на фотографии и очень хотела его найти. Но мы плутали-плутали по узким улочкам. Там внутри кафешки и магазины различные есть. И даже вещевой небольшой мини-рынок. Но главные ворота мы так и не нашли. Зато я нашла вот такой вот классный, укромный, очень красивый уголочек. Вот с лесенкой. С лесенкой и с таким вот красивым деревом. И обязательно, конечно же, в нем сфотографировалась. У меня с недавнего времени есть такая фишка в разных городах. Находить какие-то интересные лесенки и на них фотографироваться. Потом когда-нибудь хочу распечатать много фотографий. Или, может быть, просто повесить их под магниты на холодильник. Или сделать фотокнигу Полиной и лестницей. Вот. Надеюсь, прикольно получится. А здесь вот так вот очень миленький фон. Мы дошли до порта. Здесь вот находится маяк у меня за спиной. И вход в порт знаменован двумя колоннами, наверху которых находятся какие-то то ли лани, то ли косули. Я видела очень красивые фотографии в интернете этого места. Но, к сожалению, видимо, сделать нам красивые фотографии не получится. Потому что солнце прямо против камеры получается. Вот наверху этой колонны стоит одна косуля. А через небольшой пролив, вот в порт стоит вторая косуля. Вон там. Надеюсь, что что-нибудь видно, кроме теней. Очень красивый причал для яхт. Сейчас мы пойдем обратно сниму видео с яхтами. Как специальный корреспондент, говорю вам в микрофон о том, что мы нашли здесь барную улицу. И на этой барной улице нашли гриль-хаус Рекс. Решили перекусить перед тем, как отправиться обратно в нашу деревню Фалераки. Взяли немножко красного вина и блюдо местной кухни, которое называется Сувлаки. Это курица на шпажках, на деревянных, должна готовиться, по идее. Мне принесли ее без шпажек, но выглядит очень вкусно и сочно. Поэтому сейчас мы будем кушать и, видимо, уже поедем в свою деревню Фалераки.